Грогинис Игорь Волгин о собственном бизнесе мечтал давно. Говорит, без дела сидеть не может ни минуты, руки постоянно требуют какого-то занятия. Оригинальными поделками молодой предприимчивый парень одарил уже всех, и родственников, и друзей, и знакомых. А затем решил, нужно серьезно браться за дело и открыть собственный бизнес по изготовлению необычных музыкальных инструментов. Буду делать то, что умею. Музыкальные инструменты древние. В частности, это такой духовой инструмент, как диджери-дом, такая большая труба, флейта. Но потом планы большие. В прошлом году в Гродно 80 человек открыли свое дело с помощью государственных безвозмездных субсидий. Получить стартовый капитал через центр занятости смогут около 70 гродницев и в этом году. Около 10 кандидатов, желающих попробовать свои силы предпринимательской или ремесленной деятельности, уже набралось. Тут же в центре занятости научат и подскажут, куда направить выделенные средства. Как говорится, было бы желание, а главное – разумная идея. Размер субсидий составляет 2175 рублей. На эти деньги можно закупить какой-то инструмент, оборудование, либо оплатить часть услуг. Например, аренда, реклама. Из 80 человек, 16 человек открыли ремесленную деятельность, остальные – предпринимательскую деятельность. Открыть дело, поменять профессию или повысить уровень своей квалификации. В Гродно решить проблему с трудоустройством можно, но искать работу – тоже работа. И тут без терпения не обойтись. На 1 января 2018 года в центре занятости города Гродно насчитывалось более 1700 вакансий. Самое востребованное – продавец. Далее повар, инженер, бухгалтер, педагог. Как всегда, в Гродно требуется медицинский персонал. К слову, в 2017 году запись о принятии на работу в трудовой книжке получила на 300 человек больше, чем в 2016. В наступившем 2018 году в службе занятости города Гродно ставка сделана на профессиональное обучение безработных. Большое внимание будет, опять же, уделено профессиональному обучению безработных, потому что на сегодняшний день основной задачей является именно повышение конкурентоспособности безработных граждан. Потому что, имея профессию, востребованную на рынке труда, а также имея не одну, а несколько каких-то смежных профессий, шансы трудоустройства и эффективного поиска работы значительно увеличиваются. Несмотря на то, что ситуация в сфере занятости в городе Гродно стабилизировалась, ежедневно сюда приходят люди, которые серьезно настроены найти себе работу и готовы обучаться. И они обязательно найдут подходящую себе вакансию, ведь самое главное – желание, а возможность есть всегда. Ланочко, Евгений Русилевич, Новости, Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова